Приветствую вас в продолжении прохождения судьбы Иберии, Crusader Kings 3, на максимальной сложности, самый сложный сценарий, за Гифре длинную Гариво, Барселона. Трям? Ну чё? Так, слушайте, не знаю насчет этих островов, если честно, потому что, знаете почему? Надо же нам как предусмотрительному королю, императору, смотреть на будущее. И если на этих островах будут мятежи, мне каждый раз их подавлять, ну да, как бы придется тратиться на то, чтобы туда доплыть. С другой стороны, это повышает актуальность этого чудо-света, или как там его на 25% дешевле стоимость погрузки и скорость передвижения плюс 25. Знаете, чё я еще подумал? Я подумал, как жаль, что здесь нет фильтра по вот этим супер чудесам света, и может быть я сейчас даже чё-то поищу еще по карте, пощелкаю, подделать на чё-нибудь претензии, чтобы, так сказать, торгнуться. Вот мне любопытно, я могу вообще по приколу подделать, например, на Византию? Неужели могу, офигеть? В общем, надо подумать, поискать. Ну вот еще фильтр по герцогствам можно, и по империям, и смотреть столицы вот с такими флажками. Ну вот нашел тут, конечно, мечеть какую-то, но она далеко находится. Неплохо приносит всяких ништяков. Во многих владениях просто еще какие-то постройки уникальные не существуют, то есть их еще просто не построили. Вот так вот. То есть есть бонусы, которые распространятся только на вот это герцогство или графство, а есть вообще, которые просто владельцу в целом дают, что это самые крутые, как правило. Вообще, стоит ли мне сейчас ввязываться в какую-то войну? Потому что здесь они уступают, но незначительно, здесь вообще равны, то есть здесь осень. Уже пошли сильно. Ну вот есть какие-то, которые значительно мне уступают. Нужно, конечно, все хорошенько обдумать. Давай, наверное, все-таки действительно с островов начнем. Вот. Начнем с островов, да. То это риск, потому что 55 лет правителю, неизвестно, как он проживет. Потом будет тоже феодальная раздробленность, точнее, разруха. Так, там у меня какой-то прием пышный. Ну что, выплываем. Ух ты, 28 монет. Так, ждем тогда, ждем. Придется ждать. Тут я улучшаю отношения на пирушке. Мой секрет узнали. Что я убил кого-то. Свойства душа компании получаю. Это все хорошо, потому что отношение ко мне скажется на отношение к моему преемнику. Там даже есть такой пункт, типа, мнение о предшественнике. Если они меня все ненавидели, то они будут еще хуже относиться к моему наследнику. А если хорошо ко мне относились, тогда бонус будет. Так, с одного родственника за влияние я могу получить 50 монет. И я получу, я даже не понял, почему. Я не качал в управлении, но там какие-то, наверное... А, все, теперь я могу отплыть, кстати. Отлично, туда отплываем. Немедленно! Ну, пусть эти острова промежат мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отмени, отмена! Да. Придется союзников призвать. Ну, блин, я увидел их слишком поздно. Возможно, вы проиграете. Я невозможно проиграю, я проиграю. Хорошо, что не я руковожу всей этой компанией. Блин. Союзники тут стопудово не успеют вообще никак. Так, у них меньше численность, но мы высаживаемся, поэтому мы в невыгодном положении, и они, конечно же, побеждают. Чего они там хотят? Меня шантажируют. Это так, которая узнала мой секрет. Персонаж-убийца. Шантажируют меня. Ну и чё, она мой вассал. Чё она потребует? Чё она может потребовать? Ну, уменьшение налогов вассами. Давайте, пусть меня шантажируют. Пусть держат на крючке. Так, мы, конечно, здесь проигрываем. Печалька. Сейчас будем отплывать. Догенятся и пребывать вновь. Блин, ещё придётся даже на обратную дорогу потратиться. Нет, они меня ещё выше будут. Охренеть, они меня сейчас просто могут армию уничтожить. Полностью здесь. Ух ты. Да. Они полностью уничтожат меня армию. Союзники даже не успеют. Хреново. Пареново. А, ну вон она меня держит на крючке. И как раз у неё управление хорошее. Пусть она разруливает тогда всяческие проблемы. Интересуется новая инновация, общественное сооружение. Я чё-то немножко не понял. А, я авторитет короны изучил. Туда немедленно его принимаем. Так. Наверное, я кабальера изучу. Вот эти уникальные всадники пусть будут. Ну, конечно. Мне объявили войну. Дайте угадаю, кто. Верхний Арагон. Причём у них культура и вера ненативная. Ну, придётся союзников звать. Они хорошо выбрали время для войны, конечно. У меня армия уничтожена. Капец. Ну, делать нечего. 50 ещё выплаты могу потребовать. Отлично. И надо ждать, пока армия у нас соберётся. Даст мне союз с Англией, если я с принцессой заключу, ну, мой наследник. Они значительно сильнее меня, и мне сейчас это как никогда актуально. Так что придётся заключить. Она просто постарше. В принципе, ну, неплохой вариант. Просто она постарше. Я не люблю это. Придётся. Ладно, призываем. Королева беременна? Отлично. Король Алифред? Отлично. Это в Англии, я имею в виду. Конечно же, конечно же, вражины захватывают мою столицу сразу же. Давайте я на окраине попробую. Просто, чтобы союзники сюда проплыли, потому что на чем я сейчас капец был. Так. Офигеть, меня ещё на поединок вызывают. Кто это? Доблесть 13. Бой 1 на 1. Не насмерть начинается немедленно. Стресс-победитель снижается. Стресс-проигравший растет при отказе. Престиж. Ты кто ты? Верхняя Бургунди. Нахер ты мне нужен? Я престиж потеряю. У меня до хрена престижа. Нахер мне с каждой соплей что-то доказывать. Так. О, союзнички возвращаются. Отлично. Сейчас можешь вместе с ними. Так, достоинство. Абсолютный контроль. Кстати, надо отследить. А 3,9 доход. Ну-ка, абсолютный контроль. 4,4. Ну, малехонько. Мои войска пригодятся вам в конфликте. Нужно лишь договориться о цене. В смысле? Договориться о цене. Ну, принять и чё. Так договаривайся о цене. Сколько? Пригодятся в конфликте. Нужно лишь договориться о цене. Чё это значит? Конец проклятия. Судьба не всегда была благословна ко мне. Бог знает. В тот день, когда я и герцог Хардуин встретились, на меня пало проклятие, которому лишь сегодня пришёл конец. Судьба улыбнулась мне. И этот дерзкий муж-желан покоится в могиле. Ну, какой-то соперник, типа. Бывший друг, по-моему. Границы веры. Мой брат, граф Радульф, обращается ко мне в приватные беседы. И в его глазах читается сомнение. Он объясняет мне, что его вера пошатнулась после его службы на границах с землями, где распространено ашаризм и близкого знакомства с врагом. Его тон показывает, что это не шутка. Похоже, ему хватит и малейшей оплошности, чтобы отринуть бога. И всё же, этот случай предоставляет возможность укрепить наше рвение. Так же и отношения с соседями. Пригрозите мой виниями в ересе. Так, ну, я могу лично подогрею его рвение. 78% еще благочестия получу им мнение, надеюсь. Да, да, отлично, успешное убеждение. Так, вышибаем мудачин. Выкуп за какого-то мудака беру в 30 метров, потому что он бесполезный. Еще один сын, супер. А, ну вот, шантажистка. Приветствую, мой непрекленный сюзерян непреклонный. О вашем аппетите ходит слава во всем мире. Я всегда с честью выполняю свои вассальные обязательства. Но вы без сомнения понимаете, что у меня тоже есть подданные. Нынешний договор слишком суров. Наверняка вы видите, сколь мудро было бы ослабить его. Кроме того, вы у меня в долгу. Налоговые льготы. Ну, я так и думал, что она это попросит. Ничего страшного. О, походу, союзники с Англией прибыли, потому что сила у них колоссальная. Так, а я должен сейчас победить. Вот с этими, вот с мудаками в войне. Хараимы процветают во владении Игле... Иглезиас. Почти Иглезиас. Расширение торговых портов во владении Иглезиас привело к появлению крупнейшей иудейской диаспоры во всей Иберии. Представители крупного сфарского торгового семейства привлекают все больше своих соплеменников. Вскоре это место станет сердцем торговых путей иберийских иудеев. Ну, не знаю, не знаю. Они для нас воплощенное зло. Мы для них воплощенное зло. Нафиг они мне тут нужны. Так, все, мы победили в этой агрессивной войне. 243 монеты я за это получаю. Однаха. Как радостно. И если повезет, мы еще успеем на острова сплавать. И даже я успею еще особую постройку, это рудники. Ой, по вашим многочисленным просьбам, этот легендарный момент настал. Налог плюс 3 я получу, но это только когда закончится. Кстати, стоит он очень дорого, и это отобьется спустя очень... Архентария Дель Сигера. Полнится подземными жилами серебряной руды. Достойные вложения в развитие этого региона окупятся, когда начнется разработка богатых залежей драгоценного металла. Пусть строится 5 лет. Слушай, а интересно, на втором уровне 5. Блин, еще 450. Ну, конечно, долго он будет окупаться, но ладно, надо с чего-то начинать. Так, отплываем. Милые улыбки и маленькая ложь. Как и другие дети его возраста, мой сын и наследник Беринген Рамон иногда врет и проверяет границы дозволенного, но благодаря примерному поведению он часто избегает подозрения, а при поимке ему проще вымолить прощение. Интересно, как долго ему удастся продолжать в том же духе? Получает свойство очарования. Прикольно. Непреклонный король Гефрея, Сарденья и Корсега. К этому письму я предлагаю отрубленный угол у одного из воров, что досаждают обеим нашим державам. Прошу извинить меня за вольность, но после приведения приговора в исполнение мне пришло в голову сообщить вашему гарнизону в графстве Барселона, где прячутся общие чеченники казненного. Офигеть. Уровень контроля изменится на плюс 10. Супер. Величие двора номер 2, точнее второго уровня, и отплываем мы. Давай, 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 к союзничкам успеть. Успеваем. Высадка в Нормандии. Давай, все, с Англией-то мы уж точно их дернем. Супер. Все. Блин, на последних кропалях 72% там было. О, англичане дальше пошли этих теснить. Ну, Англия, конечно, король сильный соперник. И сильный союзник. Хорошо, что он мой союзник. Король Альфред. Подожди, а у них там что? Англия? Ух ты! Он, кстати, почил. Он почил? Да. Прикиньте, мы заключили союз-то с королем Альфредом, но союз продолжился. Это его сын и наследник, которому 10 лет, и он держит свое слово. Настоящий англичанин. Настоящий сэр-рыцарь. Все. Остров наш. И пока что я даже никому не буду его отдавать, потому что у меня предел домена не резиновый. Я, правда, не понял, почему у меня минус 109. Смотрите, наверное, кто-то из... Так, да, сразу потребовать платы. Кто-то из тех, кто договорился о цене. Вот эти предложения, просто они непонятно формулируются, и, короче, мы имеем то, что имеем. Но ничего страшного, придется посидеть некоторое время спокойно. Королева беременна, супер. Приветствую, король Гейфрея, Сардения и Корсега. Я не понимаю, что они в скобках это пишут, типа мое полное имя или что, или мой псевдоним. Ваш племянник, граф Бертран, совершил убийство в бесчестном бою. Жертва мой, племянница Султана Иптисом. Я требую ответа за столь вопиющее неуважение. Он мужик? Он убил женщину, охранял, что ли? Бертран публично попросит у вас прощения. 20 мнений. А, неплохо, Бертран. Не, я не такой конченый. Пусть просит, да? Дитя династия. Отлично. Так, кстати. Я получаю свойство Куратор. На этом с военкой я, наверное, заканчиваю и перехожу в науку, чтобы как можно дольше прожить. Просто контроллер плюс 50, это мне пригодится. Тек, тек, тек. Да, переходим в медицину. Ну-ка, маленький бонус. У меня здоровье-то какое. Неплохой опыт верховой езды. Плюс дает. Но, или все-таки еще. А нафига мне? Что это мне даст? Я уже не смогу сейчас. Да, мне это уже ничего не даст. Надо переходить в науку, наверное. Так вот. А вот дальше, кстати, выбор. Я, чтобы орден основать, могу выбрать за место маленького бонуса к здоровью вот это благочестие. Благочестие плюс один мне, кстати, очень поможет, потому что мне нужно как можно больше благочестия для того, чтобы орден основать. Ты мне сколько нужно-то? Чё, до хрена, блин. Повезет, если я столько вообще... Там бонусы будут к здоровью. Ладно, давай сюда, к теологии реально. Давай. К слову, еще один сын родился. Супер. Из этого сына я тоже делаю дипломата. Что-то у меня тут вообще они расплодились. Слышь, конкретно я что-то даже упустил. И многие не на ком не женаты. Надо это исправить. Так, придворных начнут тут женить, переженивать и к себе приглашать всяких интересных. Так, из тюрьмы придурков еще выпустил, нанял в качестве рыцарей. Но не средненьких, там восьмерочка в доблести. Но ничего, пусть так лучше, чем ничего. Тем более у меня дефицит рыцарей. И у меня их очень много может быть. Но я, конечно, потеряю такое количество рыцарей после смерти сейчас текущего правителя. Но ничего страшного, потом мы определим, в каком порядке лучше оставлять. Величие двора уменьшилось до единицы. Глядя на звезды. Постоянно вглядывая звезды, я в конце концов своими глазами вижу то, о чем раньше не доводилось... То, о чем раньше мне доводилось лишь слышать. Звезды движутся с разными скоростями и меняют направление движения в разное время. Но, похоже, делают это большими группами, в зависимости от того, какой небесной сфере принадлежат. И действительно, проведя должное вычисление, можно предсказать их движение. Небесное открытие. Престиж, ученость, управление. На путь цинизма. Мой архиепископ, разумеется, не одобряет этого. Оставьте небеса в покое. Пусть священнослужители изучают небесное царство. 250 я получу набожности и приземленные интересы. Мне нужно эти 250 набожности, чтобы орден основать. Так что, извините. Блин, мне нужно еще столько денег скопить. Я хотел их на что-то потратить, но придется копить на орден. Еще надо дожить, но... Сараджину Д, ваш придворный, может покинуть темницу, но не просто так подумайте об этом. Я не понимаю, а что значит принять, отказать? Сколько? А, принять. 20 монет, охереть. Почему не подписано? Мэр Понс Улк показал мне все стороны того навыка. Многообразие тактики. Моим финальным испытанием будет учебный бой против него. Так я покажу, что мне удалось освоить. Давай. Вы получили гибкость мышления. Отличный кричит он. Вражеские войска стоят, пораженные слаженными действиями моих воинов. Теперь я, несомненно, знаю, что такое гибкость мышления. Преимущество вражеской обороны минус 50. Только вряд ли я буду сейчас сражаться, но пусть. Стеклянный камень. Пытаюсь разобрать буковки на лежащем передо мной свитке. Я ощущаю новый приступ головной боли. Но почему писцы всегда пишут так мелко? Я прищуриваюсь и возобновляю попытки. Никакого чуда. С помощью стеклянного камня даже люди в годах, страдающие от плохого зрения, с легкостью могут читать, типа, очки. Опыт учености. Мне нужен такой камень. Продать все, что не получится прочесть. Давай продадим все, что не получится прочесть. Потому что мне сейчас даже больше, чем опыт учености. Нужны деньги, чтобы орден основать и так далее. Витория. Может покинуть темницу. Да нет, спасибо. Опять крестьяне мятеж поднимают. Где? А, ну предсказуемо. Сейчас требую заваления какой-то графиня. Можно поддержать вдохновленного персонажа. Дай-ка угадаю. Бабло, да, надо? Мне бабло на орден нужно. Бойницы и подземные ходы. Какая-то женщина столь бледная, словно всю жизнь провела под землей, топчется в углу моего тронного зала. Для меня дошли слухи, что вы подумываете о тайном ходе. Я построю любой нечестивый коридор, который только может представить себе ваш извращенный разум. 50 бабла, происки. Да никто не будет против меня сейчас происки мутить. Тайный путь для бегства. Шанс на успех враждебных поисков минус 15. Тайная пыточная, где мне все сойдет с рук. Выполучить свойство садизм. 27. Я вхожу и выхожу из комнат только через дверь, девка. Так, я могу просто оставить это как есть, ничего не отвечать. Окей, не буду. Да нафиг мне что-то терять на пустом месте. А, нет, не могу. Ладно, потеряю величие двора, ничего страшного. Мне не впервой. Немного языка. Так, любую цену. Не буду я платить любую цену. Приветствую, мой непреклонный король. Говорит Ханан и смотрит в глаза. Мне было бы интересно, если бы ваш сын Беринген Рамон учился у меня. Понимаете, я знаю итальянский и этот язык ему пригодится. Объясняет он тоном, не оставляющим сомнений в искренности. Мне нужны лишь деньги на перья, чернила, пергамент. И в качестве компенсации за труд, конечно. Я заплачу любую цену? Нет. Беринген Рамон, постарайся. Ха, кому нужны языки, если есть окситанский? Но я не хочу сейчас бабло тратить, я на ордена коплю, отстаньте. Новый уровень величия вашего двора до ноль, но ничего страшного. Ловли легендарных воров. Зря ты полезла в этот замок несчастный, кричит мой маршал, размахивая мечом перед носом перепуганные незваные гости. В ходе дальнейшего допроса женщина объясняет, что состоит в крупной преступной организации, обитель которой Тайфа Тулай Тула. Это чё за? А во главе стоит ужасный Гарция, король воров. Так ты пытаешься обустроить у меня под носом новую воровскую гильдию? Спрашиваю я, она молча кивает. Она готова рассказать мне всё, что знает в обмен на помилование. В этой державе слишком мало места для двух королей. В обмен на помилование воровка рассказывает, где прячется глава банды. Вы устраиваете грандиозную облаву и получаете титул убийцы воров. Нифига. Да, это самое лучшее решение. Охота на каменную куницу. Вот и Тулай Тула. Я вхожу в заброшенную церковь. Мер Гарция. А лава ждёт моего появления. Гефре, полагаю, я вижу у вас в руках меч, а значит вы не собираетесь договариваться. Но воры скорее торговцы, нежели бойцы. Заплатите и мирно разойдёмся. Более того, королевство перестанет меня интересовать. Готовься расстаться с головой, гадина. Платить за защиту лучше, чем драться. 90 золота. Охренел. Готовься застряться с головой. Бой один на один. Мер Гарция. Ух ты, я не знал. А какого хрена? Где стража? Король, блин, будет биться с королём воров. Сколько у меня доблести-то осталось? У меня доблести, наверное, нет уже. 13. У меня 61 год в средневековье. Блин, это всё равно что, блин, 161. Несколько коротких мгновений. Мер Гарци и я медленно ходим по кругу, высматривая уязвимость в защите. Я выхватываю своё оружие, готовя к защите, тогда как он поудобнее перехватывает своё. Сколько у него доблести? Шесть, ну повезло, хотя бы поменьше. Только один из нас уйдёт отсюда живым, и я намереваюсь сделать всё возможное для этого. Резкий рывок знаменует начало боя. Гарци стоит без движения, явно надеясь, что меч просто выпадет у меня из рук. Вам не пробить мою защиту, Гарция. Защита, вы срабатываетесь на отражении атак. Небольшое увеличение ваших шансов на победу, небольшое увеличение ваших шансов получить ранение, потеряете пять стресса за свойство выдержка. Мер Гарци, небольшое увеличение его шансов на победу, среднее увеличение его шансов получить ранение. Так. Измотать противника. Давай стресс потеряем, да, а то у меня, кстати, стресс почти впритык. Не пробить защиту. Благодаря искусственным движениям меч в моей руке отбивает несколько выпадов, удерживая противника на расстоянии вытянутой руки. Мер Гарци Алава кричит мой противник, яростно вращая своим оружием в мою сторону. У меня нормальные движения, хотя и не без изъянов, а Гарци держится из рук вон плохо. Я всё ещё не могу пробить защиту противника, и пока не вижу способов победить. Глубый подлец, это всё, что вы можете? Мер Гарци, я получу за деле за живое. Значительное увеличение шансов на его победу, очень значительное увеличение его шансов получить ранение. Сначала меч, а потом сапогом в живот. Значительное увеличение ваших шансов на победу, среднее увеличение ваших шансов получить ранение. Скорее всего я его побежду, но я тогда стресс получу. Удар, защита, выпад. Моя рука стремительная, как молния, а меч разит, как падающая скала. Честно говоря, то, как Гарци выдерживает столько ударов, достойно восхищения. Ведь меч в моей руке напоминает свирепую бурю. Не зря в баннер-лорде тренировался. Но через пару минут он превращается в кровавую груду, искорёженной вопящей плоти. Только когда становится ясно, что никаких попыток убить меня из последних сил не последует, я добиваю несчастного. Всё. Минус. Король воров. Теперь вас называет убийца воров. Охренеть. Ещё это даёт. Где это убийца воров? Просто, просто название это ничего не даёт. Ход это ничего не даёт. Гефрей убийца воров. Ладно, давай охоту. Блин, 133 бабла, ты. Может сыр съесть? Сколько он стресса мне? Если два стресса уберёт. Да, давай, ладно, сыром. Отобьёмся от этого. Потом там ещё будут ивенты на сыр. Может, мало ли. Ладно, нормас. Я не хочу сейчас вдохновение поддерживать, потому что мне деньги нужны на создание ордена. Чтобы я его потом бесплатно мог нанимать. Писание. Архиепископ часто вспоминает отрывки о добролетелях из такой книги, как Писание. Мне нужно продемонстрировать свою внимательность, процитировав оттуда какой-нибудь фрагмент. Желательно такой, который бы восхвалял его образ жизни. Я выучу и процитирую пассаж. О-о-о. Благонравие. Ну, блин, оскорбляет мне, не понравилось. Вон, чё ж делаешь. Передворный врач лечит более эффективно и обходится дешевле. Хорошо. Мне прислали резную деревянную фигурку замка. Теперь она стоит на виду, и каждый гость считает своим долгом похвалить мастерство и тщательность проработки. Подарок был анонимный, но Гуэнхильда сделала всё возможное, чтобы мне стало совершенно ясно, что за ним стоит она. Это кто? Тайный советник. Спасибо. Модификатор. Деревянный макет замка. Кстати, да, у меня, прикиньте, стата ещё уменьшилась. Доблесть на... На 2 уменьшилась. Была только недавно. Потому что возраст, блин, очень быстро. За год. Прошёл всего год, а минус 2 доблести. Однако, доход плюс 9,8. Барселона. Обитель истории. Веселье не обязательно должно сменяться скукой. Гуэнхильда придумала отличное развлечение. Прочитать книгу «Путешествие в Иерусалим». Я тоже её обожаю. Так, опять об умеренности в писании. Ну, мне это даст. Да, мне это дало благочестие. Так, ну, потихонечку деньги копим. Чувственное предложение. Моя тайная советница следует по пятам, когда я не пойду её взгляд, её речи. Я прекрасно понимаю, чего она хочет. Любовницей. Разлежите на одном ложе, как мило, но нет. Никогда. Все узнают о извращённой натуре. Так, завершать происки соблазнения. Никто не собирается соблазнять меня в течение 10 лет. Хорошо, нафиг они нужны мне. Строки о наследии. Своей недавней работой мой вассал Мэр Луп произвёл настоящий фурор при дворе. Я в поэме говорится о памяти, оставленном нами наследии. Луп открыто посвятил эту поэму мне. Когда память обретает форму, ведь после дня трудов всего желание отдых. Когда ты преуспел и одолел невзгоды, и вот, представ перед старухой укослявой, кто жизнь его опишет, разобьёт по главам. До сих пор о моих мыслях не знал никто, кроме меня, но поднявшуюся шумиху уже невозможно просто игнорировать. Так, я не до конца понимаю свои чувства на этот счёт. Луп, я вижу, что написано от всего сердца. Хорошо. Наконец-то я знаю правду. Хладнокровный щеголь, из-за которого умерла моя покойная жена. Охренеть. Которая проказой болела. Никто иной, как мой племянник, граф Бертран. О, он думал, что сможет сбежать от наказания за своё гнусное преступление. Но помните моё слово, Бертран дорого заплатит за свои грехи. Охренеть. Чужие у меня такие интриганы все. Равинисты процветают во владении Иглезиас. Опять. То иудаисты, то... Ещё кто-то не нафиг мне нужны там. Расцветающая ненависть. Это угрюмая ведьма Берта. Приводит меня в жуткую... Моя управляющая вассал. Но она меня шантажировала. В жуткую ярость. Неужели бог бренную землю создал, чтобы по ней может бродить такая Берта? Зловредная угрюмость. Просто там опечатки и слова пропущены. Хотя тут всё ясно. Просто она и сатаны родственники. А, это уже было, да. Месть мой поводырь. Становимся с соперниками. Ну не хрен было меня шантажировать. Новый уровень увеличит двора единиц. Доступно решение устроить приём. Христианка передо мной едва не лопается от возбуждения. Мой господин, чудеса, святость, благодать. Её восторженное лепит. Трудно понять, но наконец-то что-то вырисовывается. Она хочет отменять денег на поддержку культа некого местного святого, который недавно умер и теперь Карбонара, место поклонения его праху. При жизни Бозон творил чудеса. Например, убил туфлей дракона, если тот тревожил его сон и целеномудренно мылся только с другими мужчинами. Его гробница привлекает паломников со всей державы. Почитаться нафиг благочестия. Так, мне нет дела до крестьянских суеверий. Я живо изведу эту ересь под корень. Давай изведём. Так, сегодня ко двору прибыла Стефания, которая отправила ко мне мой знакомый король Луи, западная Франкия. Король Гефрея. Моему сюзерину стало известно, что в ваших владениях нашла приют весьма интересная персона. Говорят, Эменун имеет законную претензию на графство Сабле. Король Луи требует немедленно вернуть блудного поданного. Повинуясь моему сигналу, Стефания выходит из зала. Советники начинают размышлять над нашими дальнейшими действиями. Он мой канцлер. Нет, ни хрена. Пусть Стефания уходит с пустыми руками, именно он останется. Без хитрости не обойтись. Переодетый Роберт выглядит точно как Роберт. Это кто? Ваш рыцарь. Стефания соглашается. Вероятно, король Луи придет в страшную ярость, когда обман раскроется. Но он же не убьет этого рыцаря. Ваш опыт воплощения коварных планов увеличен на 300. Воплощите им сеть престижа. Надеюсь, он его не убил. Так, к трону подходит явная простолюдинка. Мой господин, начинает она. Помните такое местечко, как Барселона? Тамошний народ меня прислал. У нас тут на кладбищах неспокойно. Кто-то мертвецов воровать повадился. Раскопают могилку и поминай, как звали. Сперва мы на зверье грешили, да на темные силы. Вот только потом нашелся злодей. Ваш придворный врач Ханан поймали и почитали за руку. Воруют мертвецов и творят над ними непотребства всякие научные. Пожалуйста, ваша милость, положите конец этому богохульству. Тричальная необходимость. Поддержка разорения могил. Народный мини минус 25. Ханан, а меня позвать забыл. Свежие, живые, подопытные куда лучше. Он мнение потеряет 10. Давай мнение 10. Ничего страшного, у меня с ним недостаточно мнения. Все, прием завершен. Все, у меня благочестия достаточно. Осталось только бабло. Приветствую, король Гефреа. Неужели вам это показалось блестящей идеей? Роберт? Блин, походу, все. Роберт и Эменон. Вы всерьез решили, будто мой посланец не обнаружит подмену. И надеюсь, Роберт не был вам слишком дорог. Королевство Западной Франкии считает попытку выдать себя за аристократа величайшим преступлением. Поэтому его казнили. А мы с вами теперь враги. Будьте вы прокляты и побери вас ад. Жаль, Роберт был и впрямь полезен. Охренеть. Ну, средненький такой рыцарь. Какого лешего? Он охренел, что ли? Падла. Ладно. Ханан больше не ваш придворный врач. Вот это уже плохо. Недостаточно. Надо, блин, врача. Блин. Ладно, это бабла до хрена будет стоить. Давайте чуть-чуть подкопим. Приветствуем, мой сюзерен. А, шантажистка вернулась. Позвольте просить, чтобы в модерстве своей вы рассмотрели мои притязания на владение графства Тулуза. Узурпатор граф Бернард? Она вообще кто? Она мой? Моя кровь? Нет, не моя. И тот тоже не моя. Узурпатор граф Бернард не смеет сидеть там, насмехаясь над правами моей династии. Молю вас, господин, поддержите своего верного вассала и созовите войско, если граф Бернард не признает мою притязию мирно. Всему свое время. Я буду действовать только тогда и тогда, когда увижу в этом выгоду для себя. Да? Всему свое время. Пыльну собственного тела. Само собой, с возрастом движения замедляются, но мне и в голову не приходило, что они вовсе становятся еще до моей смерти. В последнее время я постоянно испытываю недомогание, а любые действия требуют больше усилий. Я боюсь, что лягу и уже не смогу подняться. Нет сомнений в том, что время на исходе. Кажется, мне остается только ждать, пока смерть примет меня на свои объятия. Немощь. Ёшкин крот. Мне чуть-чуть совсем до ордена осталось, пару месяцев, умоляю. Пару месяцев просто. Тихо, тихо. Вы не отвечаете всем требованиям. Каким нахрен требованиям? Ваш уровень набожности истовая вера или выше? Мне чуть-чуть осталось до нее. Ладно, придется врача туда найти. Клеменсия. Вроде неплохая. Я во владении Барселоны, чтобы воздать вам почести о славной короле и показать мою преданность. Надеюсь, высказанная мной покорность послужит достаточным доказательством моей чести. Немедельно проводите ее. Так, ладно. Почести преклонения колена. А-а-а. Шантажистка. Выседая на своем троне, я терпеливо жду, когда пребудет герцогиня Берта и склонится передо мной. Она преклоняет колено и в числе клятв и заверений, что королевство... Сардения и Корсега всегда могут рассчитывать на ее верность. Предлагают увеличить свои обязательства по отношению ко мне. Наконец, я велю, чтобы герцогиня встала, сообщаю о своем довольстве и подтверждаю ее право править землями от моего имени. Вот, блин, женщина. Кто просила снизить налоги, теперь все-таки одумалась. Ну, хорошо. Негодование при дворе. Почему это кабанеха Клеменсия получает положение при дворе, а я нет? Дочь. Бывает в страшном гневе. Потому что ты... Сейчас мы посмотрим. Ты врачиха какая. А-а-а. А че ж туда ее не было? А че ж туда ее не было? Герпес еще. Ну и врач. Вы правы. Действительно, вы заслуживаете должность. Она тоже крутая врач, моя дочь-то. Подожди или нет? А, это у дочери герпес. Тьфу-то. Да, нет, дочь хуже. Подожди, все перепутали. Продолжайте шутить в том же духе. Я буду платить вам за это. Да бросьте. Десять, отлично. Десять бабла зарабатываю. Ладно, вдохновленного персонажа. Может, что-то полезное будет. Написать такую тему, как вопросы науки. Ее легендарные способности прославились на весь мир. Поэт. Ну давай. Поддержим. Двести, блин, монет. Губа не дура. Ну, поддержим, ладно. Вдохновление научной темы. Я обнаруживаю, что моя бенефициар Маскароза сидит в окружении свитков и манускриптов. Яростно листаю страницы. Ну, господин, столько вопросов достойно внимания. Религия, образование. Не говоря уже о самом искусстве письма. Этот текст должен прославлять Бога. Я хочу, чтобы книга была поучительной или хотя бы интересной. Давай, пусть, вероятно, будет написано более качественно, потому что она напишет о том, о чем хочет. Так, вымой руки. Разблокирую. Нервный срыв, распутные мысли. В последнее время меня постоянно занимает похотливые мысли и эротические фантазии. Когда рутину так утомляет, нетрудно потеряться в грезах. Эти страсти на меня заметно влияют. Но что с ними делать? Либо распусто, но это греха в вере будет. Затворничество? Может быть. И... Наверное, нужно какой-то пир устроить на весь мир. Или что-то типа того. Или охоту. Блин, 200 монет, охереть. Но я думаю, я накоплю. Тайный погреб, борьба с жаждой. Открываем. Секрет раскрыт. Моя племянница предавалась плоским утехам, подобно недопустимо мне браку. Сопутствующий ущерб. Мне с трудом удается не отскочить с места, когда мэр Джоан издает громкий вопль. Похоже, он, играв в Бертран, цепились в ужесточенной драке. И Джоан хорошенько получает. Слишком поздно до меня доходит, что на пути их воинских плясок находится знамя дома Барселона. Я кричу на весь зал. Что все это значит? Участники драки предстают передо мной, сваливая вину друг на друга. Так. Пусть платят. Это мой племянник. Это вассалый рыцарь. Мэр Джоан пусть платит. Вдохновение. Девиз на века. Я с другого конца зала слышу, как моя бенефициар Маскароза бормочет себе под нос. Нужно что-то выдающееся, что-то эпическое, чтобы мое творение выделялось из серой массы. Но что? Что? Когда ее глаза пересекаются с моими, она расцветает широкую улыбку и радостно машет меня рукой. Господин, потрясающая идея, просто идеальная. Как вы относитесь к тому, чтобы добавить на артефакт ваш семейный девиз? Это ненужная глупость. Конечно, династия Барселона получит признание. Пускай, ладно. Так, еще какое-то событие. Рыцарская декламация. По дороге к трону я слышу, как рыцарь Витория что-то декламирует, и моя жена Ида внимательно слушает. Чей ли, как всегда, безупречен. О, когда же судьба уготовит мне встречу? Да, быть может, любовь мне пронзит сердце шпагой. Но попытка не пытка, коль полон отвагой. Он что же, читает романтические стихи моей жене. Ида, не подходи к нему, распутная. Если Ида что-то затевает, с этим, скорее всего, будет покончено. Плоды вдохновения. Покровительство достижения разблокировано. Господин, моя бенефициара Маскароза улыбается и жестом перемазанной чернилами руки приглашает меня подойти. Моя книга, мой шедевр, написано. Узрите. Богатый том, в котором демонстрируется выдержанное понимание вопросов науки. Ведь книга затрагивает такие темы, как теологические трактаты. На обложке из дерева нарисован повторяющийся узор, зоологический мотив. Книгу мастерского качества написала. Так, стоп. А и где это? Вот, книга. Каталонские угощения. Благочестие в месяц плюс 12%. Ну, престиж плюс 0, 10. Налоги с владением одной конфессии. Плюс один процент. Мелочи приятные. Ежемесячный опыт за образ жизни ученых плюс 15. Вот это вот охереть. Это мне как раз тему. Куда это выставить? Где у меня тут? Вот сюда пусть. Пусть все книгу читаю. Отлично. Так, мне предлагают союз. Союз. Тьфу, ты. Хорошо. Так, давай в паломничество отправимся. Потому что меня сдолбало. Куда дешевле всего. Ватикан тут рядом. Конечно, я в плохом состоянии. Немощь, но может как раз пройдет. Вряд ли. Нужно найти любой ценой проводника. Я еще 70 теряю. Ладно. Мне удалось проделать весь священный путь. Вооруженные паломники решительный паломник. Отлично. Отлично. Истовая вера я получил. Все. Теперь, я так понимаю, только в деньги все упирается. Ну, копим. Надеюсь, мы проживем столько. Нет, мы столько не проживем. Ой. Король Гефрея. Упокаиваются в руках Господа в возрасте 65 лет. Он умер от старости. К смерти от него осталась слишком пустая оболочка. Король Берингер. Рамон восходит на трон. Обладая множеством талантов, он, несомненно, добьется любви своих подданных. Так. Меня же, да, меня обучают. Да, отлично, дипломатия. Ваш у вас салый рыцарь, что ему надо? Он член моей династии, почему меня все ненавидят? Садизм. У меня нет предшественников. Садизм. Сюзерен владеет диригерцогством. Недолгое правление. Хочешь заседать в совете? Так на, подавись ты советом. Храни. Так, ваш вассал. Ну, давай, на, тоже в совет. Только, блин, не бунтуете. Тем более, что у него навык получше, чем у того, кто меня учит даже. Так, облом. Облом, конечно, облом. И дикое проседание вообще по всему. Барселона хотя бы за мной осталось. Да ты что, мы и остров потеряли, зараза. Да. Так, проблема в том, что я даже не могу влиять на кого-то. Вы не моложе 12 лет. То есть мне настолько мало лет, 11 только. Ооо. Это очень опасно. Жизнь в моих руках. Мой опекун привел меня в лес поиграть с луком. Я свободно ношусь по лесу, пока не замечаю раненую олениху, которая хромая, пытается сбежать от меня. Амбиции. Это будет моя самая крупная добыча. Либо паранойя. Нет, прирост стресса нахрен. Лучше амбиции взять. Тут тоже прирост стресса, но хотя бы бонусы. Так, мне главное, чтобы меня не грохнули нафиг. Потому что это не шутки. Это очень опасно. Скорее всего, меня грохнут. А, у меня союзы расторгались. Короче, надо сейчас попытаться через дом что-то сделать с союзами, потому что иначе все. Наверное, я не могу даже ни с кем брак устроить. Я не могу вообще ни с кем. Я вообще ничего не могу. 11 лет. Ну, сука. Это вот эта вот шантажистка. Повезло ей, что я не через интриги играл. Остало время признать неотъемлемость моих древних прав. Прав ваших вассалов выполнить требования фракции свободы. Или за нас будут гореть клинки. Вы издаете закон свободные вассалы. Вассалы обязаны присылать ополчение и налоги, но в остальном полностью свободны в действиях. Фракция свободы распущена. Я не потерплю угроз. Сколько у нее сил-то? Военная мощь. Фракция свободы. Еще и там родственник, член династии. Падла. Ну, давай посчитаем. Смотри, у нее уступает и у него совсем малехонькая. Я надеюсь, что я их обуздаю. Вот с этим, конечно... Ладно, надо аккуратно быть. Давай я не потерплю угроз. Где они сейчас взбухнут? Мощь равна, написано. Призывать нужно членов дома. Союзов нет, ничего нет. Это капец. А, вон они. Собираю армию, посмотрим. Ну, что-то их тут меньше, чем я ожидал. Может, они в разных наход... А, они должны соединиться, падла. Сейчас я тогда одну часть хотя бы их армия разобью. Опа, отлично! Еще, суки, а, лезут все. Я не потерплю угрозу. Облазили со всех сторон. Чертило. Так, внутренние дела надо срочно. Да, переключаю мэра на внутренние. Так, одних мудачин я разбил. Так, эти сразу отступаю. 50% прогресса в войне. Союзники-то тут справятся? Давай к ним. Не понял я. А, это вообще не союзники. Это мне подфартило. Это какие-то еще мудаки разбили вот этих мудаков. Это мне очень подфартило. Какие-то там, блин, грабители чертовы. Повстанцы. Так, щенок. Некий звук, тихий и слабый. Посмотрев всюду, под каждым кустом, за каждым углом, и, наконец, нахожу источник звука. Маленький щенок сидит между камнями совершенно один. Получите собака. Давай. Собака, дружок, хват. Пусть будет хват. Какой чудесный имя. Ну, вот это уже все. Померанское завоевание домена Барселона. Вот это уже капец. Но. Но, мне уже 12 лет. Ну, конечно, то, что меня пытаются раздербанить со всех сторон, это вообще не поджинтельменски. Но это... Это предсказуемо, но с этим ничего сделать нельзя. Я сейчас попробую вот этих... Мелочевку что-то сделать с мелочевкой. А с этими, я даже не знаю. Может быть, наемников купить, но у меня все деньги туда уйдут. И, скорее всего, наемников тоже не хватит. Не одиночество. Моя сестра и подруга Конштант страшно скучают. Это написано у нее на лице, и видно, потому как она часами пытается привлечь мое внимание. Я знаю, что влияю очень много времени своим обязанностям, и иногда ей бывает одиноко. Я знаю, что влияние на епископа оказать, потому что это капец. Мы что, еще проиграли? Что, серьезно? А, нет, они проиграли. Так, эти не могут захватить. О, а это мы уже выиграть не можем. Короче, ситуация ужасающая. Слушайте, я не понимаю. У меня помолвка с этой из дома Уэссекса. Уэссекс же силен. Почему у меня союза нету? Это Англия. Там король типа сменился у них другой. Нет, тоже дома Уэссекса. Почему? Давай тогда разорвем помолвку и заново заключим. Ну просто, да, я потеряю престиж. Король Элихдум потеряет мнение. Охеренно он потеряет мнение, слышь? Союз где? Так, я отрегениался здесь и снова пойду вот на этих мудачин. Попробую сейчас их выцепить. Союзнички прибыли. Нежелательное внимание. Инфант уже долгое время докучает. У меня какой-то соперник опять появился. Братски, ой, а здесь и вражина на подходе. Ой-ой-ой, если они прибудут, сейчас будет совсем мало не покажется никому. Какого лешего мы еще и проигрываем? Ты охерел, что ли? Мы реально сейчас проиграем? Охерее. Да, мы проигрываем. Ну и что, наемников придется избавиться? 194 минимум. Жесть. Так, война за разделение. Я не знаю, с кем я сейчас сражаюсь. Не могу навязать требования. Давай статус-кво. С кем можем заключим? Вот этим могу статус-кво? Нет, не могу, недостаточно. Ну хоть с кем-то. Тут какие-то вопросы позакрывали. Охренеть, они меня еще и победили, а даже не с союзниками. Так, какой-то вопрос я закрыл. Надо отступить в Барселону. Ну, черти, а? Все, все. Какие-то управляющие сраные. И я не могу даже попросить этих придурков мне помочь. Может, из-за возраста, что ли, все? Вообще, геморрой. Праздник чувств. Пиры это море новых впечатлений. Люди беседуют, ароматы разного разных блюд заполняют мой нос. И эти великолепные одежды, тарелки, украшения. Восхитительная демонстрация могущества. С взрослыми так интересно. Общительность, да? Пусть лучше общительность, чем жадность. А, это вон на островах вот эти мудаки решили тоже на меня напасть. Попробую кого-то хотя бы победить, чтобы выкроить время. Если я как-то так проколупаюсь до лет 16, или когда я брага закручу, тогда у меня будет союз. Я смогу хоть что-то союзников привлечь. Так. Только статус-кво не могу, статус-кво, зараза. Статус-кво даже 20% не могу. Ну вы что, ребята? Вот с этими я уже не справлюсь. Так, одну войну тоже закрываю по статус-кво. Вот с этими, конечно, проблемы. Где крепость? Так. Остались вот здесь придурки, но они на самом деле очень сильные. Я даже, не знаю, только с наемниками с ними справляться. Вот с этими тоже непонятно, как справляться. Наверное, все-таки придется наемников использовать. Но я уйду сейчас в минусы. Надо посмотреть, какие у меня дебафы будут. Из-за использования наемников. Если слишком сильные, то... Я могу только вот этих желтых, что ли, нанять. Видимо. Какие-то маленькие наемники. Ну давай, посмотрим. А, что такое-то? Что такое, братан? Что ты уходишь-то? А, сука. Куда побежал, падла? Сидеть. Так, плюс 20. Я умоляю, статус-кво. Нет, нету статус-кво. Сука. Ладно, подождем. Там вроде 25% и они примут. Мне правда минуса. Ох ты, может быть это мое спасение. Мать может вступить в брак. С кем угодно. Спасите. Градство Нижняя Галатия. Да у них практически войск нет. Ты чё? За шо это? Ну, по матрилинейности. И они чёрти где ещё находятся. Они оттуда не доплывут просто. А если не по матрилинейности, то... Султанат там какой-то. Рядом, кстати. И очень мощный. И они порешают реально проблемы. Матери сколько лет? 33. Ещё может родить. И они будут потом из другой династии. Блин, претендовать на мою и ту самую. Что может быть проблемой. Ладно. Рискнём. Точнее нет, не рискнём. Не хочу я. Пусть вот только матрилинейный брак. Вот какой-то там... Сколько мне лет? Ты уже 13 всё равно. Так. И призываю, конечно, этого союзника. Он, правда, ничтожный, но... Лучше, чем ничего. Во все войны. Я их гоню, гоню, суки. Они... Всё. Статус-кво. Отлично. Так. И вот теперь нам надо отплывать. Но нам нужно отплыть так, чтобы нам не... Чтобы нас не нахлобучили. Вот сохранили распариваемый титул. Отлично. Так, мы закрыли несколько вопросов. Чё, опасно? Опасно! Ловлю легендарных воров. Опять... Стресс получу. Это ведь новые налоги, а? Псят бабла, кстати. Налоги минус 10, просто развитие минус 80. Рамира. Интриган неплохой. Может, мне пригодится. Ладно. Пятидестью баблом пожертвую. Кстати, я могу. Этого Рамира. Отлично. Он в должность советника. Пусть меня защищает от всех. Так, с архиепископом наладил отношения. Теперь с маршалом. Хотя ему 59 лет. Не знаю, сколько ему осталось. Но попробуем. Так, долги наши множатся. Главное, чтобы они меня не перехватили на высадке в Нормандии. Так, а союзнички здесь? А мне интересно, я с ними вообще справлюсь? А где союзнички? Союзнички. Падлы. Доступная древо династии. Ладно, давай голубую кровь возьмем на все раз. Так, вот эти вот меня, конечно, бесят. Точнее, меня бесят союзнички. Которых нету. Потому что я не могу справиться с этими придурками без союзничков. Ну, подождем немножко. Слушай, а может вообще засядем в горах? Если успеем. Ладно, чуть-чуть, чуть-чуть подождем союзничков. Союзнички, идите сюда. Так, а приходим теперь вот в эти горы. Если повезет, они сейчас на меня налетят в горы. Я их спровоцирую, нет? А, ой, еще союзнички. Мне тут каждая копейка важна. Это такой микроконтроль, вы не представляете. Так. Блин, написано, что мы на равных будем с ними сражаться, если там сразимся. Поэтому я не буду там с ними сражаться. О, они уходят на... Что мне даже стремно, что они... Надеюсь, они в Барселону не поплывут. Решив меня измором просто взять. Сейчас я крепость отобью. Хват, очаровательный вассал. Мне на глаза... Опять она в любую жопу залезет. Мне на глаза попадается моя вассал, герцогиня Берт. Рядом с ней лежит хват. И герцогиня Берт, а старательно чешет собачьи живот. Это собака с помощью в воде, господин. Она хорошая девочка. Ах ты падла. Представляете, какая я, 36 лет. В любую жопу залезет. Проиграла, и тогда тоже она против меня. Там меня шантажировало, а потом одумалось. Кстати, у меня даже деньги в плюс потихоньку начинают уйти. Так, я отбил. Отлично. Ну не знаю, попробуем с ними сразиться. Каждый за себя. Я резко просыпаюсь от стука в дверь. Кому-то требуется король в столь поздний час. Поздний гость, конечно же, конштант. Нам нужно погреться глазу на глаз, подальше от любопытных. Мне стало известно кое-что очень интересное. Так. Стресса. Каких пор ты выдвигаешь требования? Ну, говори. Свойство ранения, 30%. Ладно, она раскрыла. И все равно она... Все-таки... Все-таки ее... Ну да. Ну, блин. Слушай, вроде эти гады. Что-то у них поуменьшилась популяция. Я не знаю, почему. Но даже я без союзничков их смог нагнуть. Куда-то у них половина войск, мне кажется, могла. Так. Пожалуйста, статус-кво. Пока не могу. Ладно, ждем. Восхождение нормандцев. Группа переселенцев из Скандинавии обосновалась на побережье Северной Франции. Сделав это место своим новым домом. Их лидер, герцогиня Тордис, требует у своих людей принять ряд местных обычаев и традиций ради процветания на новых землях. Что это означает для региона? Причем, мне обязательно нужно вот сюда вот крепость этих Мудилл штурмовать. Ну, давай заштурмуем. Если я побежу, то еще с них бабло в компенсацию. Это сдераюсь сейчас сто процентов будет. А-а-а, я был прав. Я был прав, я был прав. Они все-таки решили в Барселоне высадиться. Маршал, кстати, загнулся. Ладно. Куда она тайного советника повлиять? Кстати, с кем улучшил отношения, они потом сами растут и растут. Как на дрожжах. Блин, вот такие скоты, а? Но я почти захватил у них эту штуку. Я не знаю, не имеет смысла возвращаться? Или они быстрее... А, они отплыли, они отплыли обратно. Они все-таки... Дитя в династии. Отлично. Скажите, что я могу ее с кем-то поженить, умоляю. Умоляю. Ни хрена я ни с кем ничего не могу. Никаких ни союзов, ничего. Ладно, может попозже. Ой, а опасно, эти придурки-то с мари вернулись. И у них тут довольно приличное войско. Тоже будут пытаться сейчас мне захватить. Ну, блин, давайте побыстрее. Чего же вы так долго-то, а? Неужели мне... Она всего лишь собака, инфант. Теряет мнение. Наследник игрок, брат и вассал, ну. Так, я захвачу чуть быстрее. И надеюсь, это даст 100%. Я с них еще бабло сдеру. Со скотов спадал. Взросление. О, мой переубедительный харизматик. Охереть. С поддержкой, что оказывала мне Эминон, я завершаю изучение такого искусства, как дипломатия. Пусть мне не удалось разобраться в самых сложных вопросах, зато ожидания окружающих оправдались. Мои познания глубже, чем у большинства. Входя во взрослую жизнь, я вспоминаю кое-кого из тех, кто повлиял на мое становление. То, что я, каштанцы, были друзьями, много значило для меня. И крайне важно, что она и сейчас остается рядом со мной. Все то, что инфант Гольсера делал со мной в детстве, до сих пор давит на меня. Стоит мне увидеть его, как у меня портится настроение. Так, ну вот теперь мы... Не, отлично, чё, отличная дипломатия, нифига. Так. О, могу вступить в брак. Супер. И союз, наконец, сука! Ну, тварь. Спасите, помогите мне. Хулиганы имущество решают. Неужели я сам сейчас побежду? Так, подожди, почему у меня командира нету? Свадебные празднества. Однозначно баблом беру, потому что у меня капец. У меня аж игра тормозит. Я настолько нестандартный харизматик. Да, да да, 100% я сам победил. И еще 126 бабла. И сейчас эта игра реально притормазывает, что они с обновлениями на херовер теле. Потому что нигде больше таких тормозов нету. Бру, охереть. Отбился. Ну, сознаете, что не верили, что я отобьюсь. Сознаете, что не верили, что я все это сохраню, что у меня сейчас раздербанит. Я сам не верил, пиздец. Так, образ жизни. Конечно, дипломатия. Плодовитость плюс 2. Всех понарожаю. Так. Давайте на плодовитости. Хочу понарожать, как можно больше. Конечно, до этих падл надо добраться. Правда, семья потерпленная. Это мои родичи. Ну, какого хера? А, вот ты вот не мой родич. Вот тебя я могу в тюрьму, падла. Это же палиска. Вот это вот тоже мой родич. Не буду его сажать, у меня семья возненавидит. Но будем ждать. У меня садизм, грех уменьшает мне это самое. Мне надо вообще какой-то застройкой заняться. Потому что, конечно, с баблом прям... Про... Про белые, про белые проблемы. Начну, наверное, с фермы полей. Потому что я уже охерел. Слушай, а почему у меня сразу два личных происка? Возможно, я же вообще в дипломатии ничего не вкачал. Немножко я вот это не понял. Так, все с... Я не знаю, почему так. Я надеюсь, это не баг какой-то. Ну, дареному... Как там, зубы не смотрят. Ложь управляющий рыцарь. Так, ладно, пусть управляющим будет. Мэр тоже трудится. Так, помочь правителю. Ну-ка, управление могу. Не, ладно, пусть в целом помогает. Слушай, а прикол, смотри. Если я ее переключаю на управление, то отношения снижают. То есть она дает еще бонусы от дипломатии. Какие-то. Прикольно, что вассалы-мудаки не могут теперь вступать во всякие фракции. О, ваш вассал командир и рыцарь. 22 управления. Нихера член моей династии. Тоже надо с ним улучшить отношения. А сколько я происков-то могу? Еще могу, что ли? А, прекратите. Вот, все, два максимум личных. Я не понял, почему так? Тут, наверное, что-то у меня есть. Может быть, типа... Из-за суммы навыков по дипломатии... Почему инфанта, оказывается, у меня не при дворе? Так, я ее пригласил к себе. А! Ой, жопа-лиск. Смотри, 50 золота мне приносят. Ну, падла. Преклонение колена. Да! Она всех пыталась убить, а потом преклоняет колено. Ну, мразь, а? Так, еще я кого-то для сестры по матрилинейному браку нашел. Какое-то эролство. Хрен его знает что. Так, хватит встречи совета. Собака. Собака не местная на заседаниях совета. Ладно. Ребята, признайтесь, что не верили, что я смогу сохранить государство. Сам не... Все, капец, короче. Ну, круто-круто отстрелялся. Лайки, подписки, комменты. Благодарю за внимание.